Красный квадрат представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я плачу на взрыв Задыхаясь от злости и крайней ярости В своих мыслях клянусь отомстить фрицам за это зверство И я это исполню В самое ближайшее удобное время 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать, это расстреливать без всякой жалости и милосердия Рейхсфюрер Генрих Гиммлер о Советском Союзе В последние годы то тут, то там вновь возникает мифология пораженчества Победа в Великой Отечественной войне вновь объявляется напрасной Ведь сколько погибших Какие невероятные усилия Какие колоссальные разрушения И зачем все это было нужно Все равно Победа ничего хорошего не дала простому советскому народу Привела к усилению сталинского режима До нового репрессия Мол, началась война, шиблись две одинаково скверные идеологии И бросили в топку истории миллионы человеческих жизней Не Третья Рейха СССР, не Германия и Россия А две абстрактные идеи А если бы сейчас победил Гитлер, мы бы, наверное, ели сосиски и пили вкусное баварское пиво Вот один из популярных мифов о плане Ост и добрых немцев А теперь правда Десятки тысяч стертых с лица земли сел и деревень Уничтоженных полностью Так и не восстановленных после войны Псковская область Новгородская Ленинградская Смоленская План Ост был создан для войны на уничтожение Когда вошли в деревню, картины ужаса стали сменяться одна страшнее другой Среди дороги лежала женщина и на ее груди ребенок, проколотый вместе с матерью штыком Возле них валялась разорванная красная гармоника Неужели кто-то из карателей играл на этом пожарище? Недалеко двое старик и мальчик Зарывшиеся лицами в снег, оба сильно обгоревшие, видимо, выбежали из горящего дома и тут же были убиты Немцы запирали жителей в домах и зажигали избы Кто выбегал наружу, тут же расстреливались Прошли еще немного и возле сарая увидели обезглавленные трупы стариков Причем головы лежали тут же Немцы заставляли стариков ложиться на землю И рубили им голову топором на обыкновенном березовом бревне Как это делают с дровами Мы сейчас с вами находимся в бывшей деревне Пекарева Или она еще называлась Старая Пекарева Вяземского района Смоленской области 5 февраля 1942 года Жителей этой деревни Официально считается, что 26 человек Я думаю, что их было сожжено гораздо больше Фашистские каратели сожгли Накануне в районе этой деревни Немецкий отряд попал в засаду В ходе короткого боя партизаны убили двух немцев И уже на следующий день в деревню прибыл карательный отряд Немедленно было расстреляно две семьи Женщина Титова Клавдия Ивановна Ей тогда было 20 лет У нее был маленький ребенок Их вывели во двор расстреливать И от страха она уронила ребенка в снег Наклонилась, чтобы поднять этого ребенка В этот момент над ними прошла очередь Она притворилась мертвой И видела фактически потом Как всех остальных жителей деревни Пекарева Согнали в один большой сарай И подожгли Те, кто пытались вырваться из пламени Немцы расстреливали из пулеметов Таким образом вся деревня была уничтожена Это произошло 5 февраля 1942 года Деревни Пастиха, Гаврилки, Песочня, Чертовки Так и не восстанавливали после войны Как можно строить дома на месте, где произошло такое? В деревне Чертовка сожгли местных жителей Согнанных со всего Гжатского района 450 человек В один день В деревне Гаврилки Перестреляли всех жителей 180 человек 7 марта 1942 года За 5 часов до освобождения Вязьмы Фашисты сожгли 135 жителей Деревни Песочня Они подожгли несколько деревень Но наш десантный отряд на танках В двух деревнях успел сбить танками угол дома И жители выскочили живыми А когда приехали в Песочню То уже даже не было слышно криков То есть жители погибли И наши танкисты Как вспоминали там местные жители Грязные, перемазанные Небритые Ругаясь, матерясь Где эти гады Указали приблизительно район Куда могли уйти И говорят, что их догнали на танках И передавили гусеницами Этот карательный отряд Война на Востоке принципиально отличалась От войны на Западе Когда немецкий солдат Входил в датские или французские города У него была жесткая инструкция В первую очередь Максимально корректно вести себя По отношению к мирным жителям На советской территории Солдат вермахта Был официально освобожден От любой ответственности За любые преступления против населения Изнасилование солдатом Женщины или девочки Изначально не считалось преступлением Потом на Нюрненском трибунале Приводили в качестве таких выпивающих примеров Когда, например Которые были сдокументированы Зафотографированы, например Когда немцы, развлекаясь Ставили детей на крыльце И расстреливали их, как в тире Ну, просто проверяя меткость Стрельбу из пистолета Детей там 8-7-9 лет Нет, целью нацистов было не уничтожение коммунистов Целью нацистов было уничтожение русских Советских Славян, татар, башкир, узбеков, казахов Так что миф о том, что нашим предкам было полезнее покориться немцам Не только уродлив нравственно, но и просто глуп Поэтому понять и выдержать, вот как это происходило Нам, наверное, не дано поколению, которое не видело и не знало войны Нам это просто не дано Но у нас есть другая миссия И с годами эта миссия становится все более и более важной и ответственной Эта миссия состоит в том, чтобы сохранить уважительную память Благодарственную память к поколению победителей фашизма И сохранить ту объективную правду и о преступлениях фашистов И о подвиге нашего народа При всех тех недостатках, при всех тех ошибках и преступлениях Которые совершало там наше командование, наше руководство При том количестве жертв, которые здесь было Но все-таки 9 мая 1945 года наше знамя победы развивалось над Берлином А не их свастик развивалось над Москвой и другими городами Из воспоминаний Леонида Окуня Уже по всему городу были развешены немецкие листовки В которых было написано следующее Повешены сто жидов в сквере юбилейной Рядом висел немецкий приказ Предписывающий всему мужскому населению Минска От 15 до 45 лет Собраться для регистрации в районе Комсомольского озера Там уже стояли пулеметные вышки И огороженные колючей проволокой Огромные загоны для людей Немцы искали евреев, командиров и комиссаров Красной Армии На отдельном участке разместили молодых мужчин-евреев, которых всех вскоре расстреляли Комсостав был сконцентрирован на другом участке, их куда-то угнали А простых красноармейцев отправляли на улицу Широкую Там вскоре немцы организовали лагеря военнопленных Люди в загонах имели право лежать только на земле Те, кто пытался встать без команды, немцы расстреливали из вышек Татаро-монгольская ига была не в пример более нравственным и человечным Чем новый порядок, который нес в СССР на штыках вермахт Пороженцы говорят, что завоевав Россию, нацисты избавили бы нас от коммунизма Все верно, избавили бы И тут же утвердили бы на этом месте нацизм И нам в этой системе места бы не нашлось История всех народов СССР стала бы историей недолюдей, рабов В русские города мы не пойдем Они должны полностью вымереть Нам не нужно вживаться в роль няньки Ремонтировать дома, ловить в шеи, немецкие учителя, газеты Нет, лучше мы откроем подконтрольную нам радиостанцию А в остальном им достаточно знать знаки дорожного движения Чтобы не попадаться у нас на пути Адольф Гитлер И собственно говоря, если бы Советский Союз не выстоял То фактически по генеральному плану ОСТ Сейчас бы, например, на территории России, Белоруссии, Украины Находилась бы немецкая колония, где жила бы примерно первоначально Намечалось 14 всего миллионов славян Которыми руководили около 5 миллионов немцев Которые немцы были бы фермерами, владели всей землей, всеми остатками промышленности Сам генеральный план ОСТ представлял собой целый ряд документов Докладных записок, набросков, рабочих проектов и директив Посвященных германизации Восточной Европы и СССР вплоть до Урала Главным идеологом этого плана был рейс-комиссар по вопросам консолидации германского народа Генрих Гиммлер Но в разработке пакета документов принимали участие сотрудники Главного управления имперской безопасности А также несколько университетов и главный идеолог национал-социалистов Альфорд Розенберг К 1942 году эти разрозненные папки объединили под общим названием Генеральный план ОСТ В этой папке без голословных рассуждений четко и лаконично сказано главное 4,5 миллиона немцев должны заселить города и самые плодородные земли Советского Союза от западных границ до Урала 30 миллионов человек, населяющих эти земли до немецкой оккупации Должны быть частично эвакуированы, частично физически уничтожены Не все документы сохранились Но то, что сейчас лежит передо мной на столе Это часть основы национал-социалистического режима Существовало понятие Народ без пространства Считалось, что все социальные, политические и экономические проблемы в Рейхе связаны с тем, что немцам не хватает места в Германии И Восток просто необходимо колонизировать Из воспоминаний Мансура Абдулина Входим в сгоревшую и дымящуюся деревню Да, действительно сгорело дотла И ни одной живой души Все убиты О том, что здесь была большая деревня Напоминают только стоящие, как памятники над могилами Большие, полуразрушенные, закопченные дымом Глинобитные печи С широко разъянутыми ртами И квадратными глазницами Вокруг печек столпились Обгорелые черные островы вековых деревьев Напоминающие собой несчастных людей С распростертыми вверх своими руками сучьими Будто обращаясь к Всевышнему, они молят о пощаде Там же, вокруг печи, кое-где валяются искорежные в огне пожарища Самодельные металлические кровати С искривленными ажурными спинками Там же валяются большие и малые горшки Глиняные и чугунные А на боках и спереди печек сквозь копоть Просматриваются забавные рисунки Сделанные химическим карандашом Мы медленно продвигаемся вдоль улицы В центре деревни, как и в любой, стоит журавль С высоко поднятым пустым ведром Вытаскиваем бодейку, полную крови Все ясно В колодец немцы сбросили трупы Нацизм Это жесточайшая расовая теория Я давайте так очень упрощенно скажу Суть, которая сводится к следующему Что все народы, населяющие Европу Делятся на три категории Народы категории А, Б, С И выходящие за эти рамки Для категории А Нордических народов Предполагалось постепенное О немечивание и пополнение собой народа победителя Своими, почти немцами, были признаны все скандинавы Датчане и голландцы Персон категории Б, англичан и французов Нацисты принимали в свой круг Лишь с некоторыми оговорками Куда хуже дело обстояло с категорией С С теми, кто, как считалось, отличался от арийцев генетически Не повезло родиться полякам? Ну, хорошо, твоя участь уже предрешена И судьба крепостного крестьянина Времен Николая Первого Покажется раем В сравнении с участью польского раба В Третьем Рейхе существам категории С Была отведена судьба прислуги и сельхоз рабочих Людей без образования и профессии Поляки должны стать рабочим скотом Чехов загнать в деревни и не давать образования В свою очередь нельзя не упомянуть о национальностях Находящихся вне категории Это евреи и цыгане Потому что их существование не предполагалось Ну, исключительно в качестве сырья Для производства париков и хозяйственного мыла Первый так называемый цыганский лагерь Был создан в Кельне Еще в мае 1935 года Он и стал образцом, по которому Была создана целая сеть лагерей смерти Для цыган по всей Германии С 40-го года все цыгане, жившие в Кельне Должны были покинуть свои дома И перебраться в польские гетто и лагеря Это была только первая группа депортированных А с 43-го года Цыгана отправляли в лагерь смерти Аушвицбергенау Вот здесь у нас хранятся личные дела Двух цыганских семей Национал-социалисты проводили на цыганах исследования В основе которых лежала расовая теория Измеряли размер головы, глаз, тело Пытались доказать, что существуют расовые различия Женщин стерилизовали, чтоб детей не было Лагерь Аушвицбергенау Куда гнали цыган из Германии Находился в Польше Три небольшие польские деревни Были переделаны в страшные лагеря смерти В одном Аушвице Находилось сотни тысяч тех Кто по плану Ост Должен был превратиться в пепел Вы увидите железную дорогу По которой въезжали поезда Которые привозят евреев на смерть У этих товарных вагонов Стоит врач-сосовец Который делает отбор Значит решает кому подарить Месяц, два, может полгода жизни А кого сразу послать на смерть Старики, бременные женщины Маленькие дети, коллеги Не могут работать Значит здесь не нужны Они идут прямо дорогой вдоль рельсов Думая, что идут в баню Что получат теплый суп Потому что своих жертв Натисты обманывали до самого конца В одной такой газовой камере За 15-20 минут убивали по 700 человек Находиться в Освенциме, Аушвице Невыносимой по сей день Это те факты и та данность Которые просто невозможно принять Но! Это нужно знать И помнить то, что происходило С советскими военнопленными Евреями, цыганами, поляками И другими сотнями тысяч Неугодных фашистскому режиму людей Тонны мертвых тел переносили в крематорий У женщин отрезали волосы Из трупов вынимали золотые зубы Немцы старались использовать все, что могли Они все повторяли В Аушвицбирке Ничего не может пропасть даром Надо зарабатывать на всем Поэтому эти женские волосы Они продают как сырье И берут половину марки за один килограмм Продают в разные текстильные предприятия Где делают из них парики, подушки, матрасы Или такую специальную ткань Подкладку, бортовку Которую потом подклеивают ковры Золотые зубы переплавлялись прямо здесь, в лагере Слитки золота отправлялись в банк третьего рейха Охранники не уставали повторять Вновь и вновь пребывающим Ни в чем не повинным Измученным людям Из лагеря смерти есть только один выход В трубу Использовали также, во что нам сегодня трудно поверить Человеческий прах, пепел Который оставался из сожженных костей Они просто его сыпали по полям Как удобрение Потом шутили Что ничего так хорошо не растет Как картошка и капуста Вокруг лагеря Сыпали также человеческий прад В пруды, где разводили рыбу На свои столы Из воспоминаний Леонида Окуня Мне тогда не было еще и 12 лет И все, что происходило в еврейском гетто города Минска Я видел глазами ребенка В августе 1941 года В гетто были проведены Три грандиозные облавы на молодых мужчин Всех схваченных увезли в пригород И расстреляли Вскоре был дикий погром Устроенный белорусскими И прибалтийскими полицаями Они шли по гетто Убивая всех на своем пути Насилуя женщин Этот погром остановился только когда Полицаи устали убивать 20 ноября 1941 года Была следующая акция Схватили пять тысяч евреев И расстреляли В окрестностях города Границы гетто урезали Я помню один страшный случай Перед выходом из гетто Из строя рабочей команды Вдруг раздался детский плач В гетто был гестаповец Некто Риббе Он бросился в строй И обнаружил, что одна из женщин В своем запреченном мешке прячет Своего пятилетнего сына Риббе затоптал сапогами Маленького мальчика на смерть Тогда же в гетто Под видом переселения на восточные земли Привезли еще 35 тысяч Немецких евреев Это не фильм ужасов Это государственная программа Которая выполнялась Последовательно и четко Если бы Германия одолела СССР То использовав наши мощнейшие ресурсы Третий рейх сумел бы победить Великобританию А в союзе с Японией и США Полная версия плана ОСТ была обнаружена В Федеральном архиве Германии Через 40 лет После окончания войны Только в 2010 году Он стал доступен в цифровой форме До этого лишь местами всплывали отрывки документов Директивы Сопроводительные записки Относящиеся к плану ОСТ Дело в том, что генеральный план ОСТ Долгие годы старались не афишировать На Нюнербергском процессе Один из его разработчиков Конрад Майер сумел выставить этот план Как просто один из проектов Который якобы Никто и реализовывать не пытался Поэтому суду было представлено Лишь его краткое содержание Для многих выступающих На Нюнбергском процессе В качестве подсудимых Было жизненно важно Представить пункты плана Лишь теорией на бумаге И сделать так, чтобы часть документов Пропала в архивах на долгие годы Тот же доктор Конрад Майер Тот же доктор Конрад Майер Фактически избежал серьезного наказания Поскольку ему удалось Выставить себя невиновным Он был осужден только за то, что был членом СС А со временем через свои старые связи Благодаря своим коллегам Он даже вернулся к преподавательской деятельности В это трудно поверить Но один из авторов плана ОСТ До 60-х годов Работал в университете Ганновера Разумеется, ему И нескольким подобным людям Было крайне важно Не допустить того, что план ОСТ Был целиком и полностью предан огласке Нет, план ОСТ Не был как-то специально спрятан Оригинал плана Хранится в Федеральном архиве Германии О нем на долгие годы Просто постарались забыть Первые полвека Никто из немецких историков И не стремился серьезно заняться Изучением этого документа Только в 90-е годы ФРГ словно вспомнили об этом документе И началось исследование Так появился очень серьезный труд Книга авторов Гёц Али и Сусанны Хайм Они первыми написали Об идейных вдохновителях Политики уничтожения Их целью было найти ответ на вопрос Кто же, собственно, в нормальном Бюрократическом аппарате Нормальной европейской страны Идеологически подготовил Все эти массовые зверства в Европе Здесь от каждого абзаца волосы встают дыбом Надо освободить землю для немецких поселенцев И далее Последовательно выселяются То тут, то там Миллионы ни в чем не повинных людей Куда? За Урал, Сибирь Многие в процессе переезда Вымрут в дороге Другие погибнут от голода и нищеты на месте Ни в коем случае Ответ на этот вопрос Нельзя сводить к чистой бухгалтерии На мой взгляд, здесь прежде всего Должна звучать мораль До какой степени падения Должны достичь люди Которые планируют Уничтожение И переселение Десятков миллионов людей Или полное уничтожение Русского народа Или онемечивание той его части Которая имеет явные признаки Нордической расы Дело заключается, скорее всего В том, чтобы разгромить Русских как народ Разобщить их Профессор Абель До чего полезно было бы Ознакомиться с планом ОС Нашим соседям из Прибалтики Восточной Европы Откуда все чаще доносятся вопли О нацистском режиме Советского Союза К выселению со своих территорий По плану ОСТ были приговорены 95% поляков 50% эстонцев 70% латышей 85% литовцев И 50% французов и чехов Все они в силу генетической неполноценности Германизации не подлежали И претендовать на попадание в расу господ Естественно не могли Часть населения Примерно около 50% Литвы, Латвии, Эстонии Должны были выселены в Сибирь Либо на Дальний Восток Остальная часть населения, которая была пригодна для германской нации Должна быть онемечена И фактически служить таким охранным корпусом Для того, чтобы они держали в порядке Всю остальную территорию, где проживали славяне А пока В годы войны тысячи простых мирных жителей С оккупированных территорий гнали в Германию На рабский труд Иностранные рабочие Бесплатные голодные рабы Должны были трудиться на благо Третьего Рейха Наверное, многие, кто живет теперь в Кёльне И не знают, что происходило в стенах этого здания В самом центре города Это гестапо Сюда сгоняли сотни иностранных рабочих Тех, кто казался подозрительными В маленьких камерах-колодцах В невыносимых условиях Люди проводили по несколько месяцев Боялись, что эти иностранные рабочие Будут сбиваться в банды И могут организовать беспорядки Убивать служащих полиции И если в начале войны В одной камере сидел один или двое мужчин То к концу войны В камере уже находились 10-15 человек На стенах камер до сих пор сохранились почти две тысячи надписей Умирающие от тифа, голода, жажды и пыток Ни в чем не повинные люди Пытались сохранить хоть какую-нибудь память о себе До последнего, надеясь, вырваться на свободу Попасть домой Увидеть родных и близких Здесь очень много дневниковых записей Кто-то считает дни, проведенные в этой камере Некоторые пишут целые письма Карандашами, ногтями, помадой Практически все надписи на русском Это подневольные работники из России, Украины, Латвии, Белоруссии Здесь много писем семьям, мамам, детям Никто их так и не прочел Теперь это память для нас всех Только так мы можем узнать и сохранить память о страданиях этих людей В это трудно поверить, но считалось, что тем, кого угоняли на принудительные работы в Германию Еще крупно повезло, был шанс выжить Другое дело, если вошедшим в деревню немцам был отдан приказ гнать всех мирных жителей в очередной лагерь смерти В подобном случае домой из плена возвращались лишь единицы Я оказался в Майданике в сентябре 1942 года Мне тогда было всего 17 лет Ночью немцы окружили нашу деревню Всех мужчин и молодых парней посадили в две грузовые машины Нас было человек 60 Нас повезли куда-то подлюблен И только когда мы приехали в лагерь Другие заключенные нам рассказали, куда мы попали Что из этого лагеря домой не возвращаются Выходят через печь крематория Нам приказали помыться, переодеться в робы и дали нам номера С этого момента наши христианские имена, фамилии исчезли Я был 16291 Этот номер был везде, на руках, ногах, плечах Так Пан Бадио, 17-летним юношей, попал на принудительные работы в лагерь Майданок Он был создан по личному распоряжению фюрера Первые 50 тысяч заключенных должны были построить здания для полиции и СС Узники Майданока, которых направляли в лагерь из Восточной Европы и СССР Обычно пребывали в него на поездах Последние два километра пленники шли пешком в любую погоду Прибывших собирали на площади, регистрировали и отправляли на работы В нарушении всех международных конвенций Майданок был лагерем принудительного труда Гитлер планировал, что одновременно в Майданоке будут находиться до 50 тысяч заключенных Но уже в марте 1942 года принято новое решение В лагере смерти под Любленом должно трудиться до четверти миллиона советских военнопленных Евреев и поляков Этот план успели реализовать лишь частично Уж слишком большая смертность была Каждое утро начиналось у нас с переклички Летом в пять утра, зимой чуть позже Для меня первая перекличка была очень неудачной Я несколько раз получил кнутом по голове А за что? На перекличке нужно было становиться по блокам Я был в 14 блоке, а встал рядом с теми, кто жил в 15 Я ведь был совсем еще мальчишка, растерялся Мы все были в робах, бритами И я в суете не мог узнать тех, с кем переночевал всего одну ночь Весной 1942 года в Майданок из Польши и Словакии начались массовые депортации евреев А осенью рядом появился и женский лагерь Теперь Майданок представлял собой 270 гектаров земли, огороженной колючей проволокой А в соседних польских деревнях один за одним открылись новые 10 филиалов Сотни тысяч умирающих от голода и побоев заключенных Трудились на фабриках по производству обмундирования и на оружейных заводах Долгие годы существовала страшная цифра Считалось, что через ворота Майданока прошло полтора миллиона человек На самом деле это страшный миф, но и от настоящих цифр легче не становится Всего в Майданоке было 150 тысяч узников Примерно половина из них это евреи, а также поляки, белорусы, украинцы и тысячи советских военнопленных Здесь погибло 80 тысяч человек Большая часть уничтожена в газовых камерах Но тысячи умирали и от болезней, переутомления, голода, чудовищных погодных условий и пыток Все это было не спонтанной жестокостью солдат вермахта Это была последовательная и продуманная государственная программа Третьего Рейха Подробно и скрупулезно прописанная в директивах плана ОСТ В Ленинградской области население планировалось снизить с 3 миллионов до 200 тысяч человек Польша, Белоруссия, Прибалтика, Украина Подлежали полной и последовательной германизации Худшая судьба предназначалась для славянского населения Это Украина, Белоруссия и, собственно говоря, русское население От 78 до 80% населения вот этих территорий Фактически должна была либо выселена, либо уничтожена Для этого предназначались специальные организации команды Которые, собственно говоря, должны были идти за вооруженными силами вермахта И уничтожать советских людей У больших речных переправ должны возникнуть немецкие города В которых будут базироваться вермахт, полиция, управленческий аппарат и партия Вдоль дорог будут основаны немецкие крестьянские хозяйства И однотонная азиатски выглядящая степь скоро приобретет совершенно иной вид Через 20 лет туда переселится 10 миллионов немцев В русские города, те, которые переживут войну, не должна ступать нога немцев Они должны прозябать в собственном дерьме, в стороне от немецких дорог Москва и Ленинград войну пережить не должны Из речи Адольфа Гитлера Октябрь 1941 года Из воспоминаний Мансура Абдулина Недалеко от колодца опять видны трупы совершенно обнаженных женщин И даже малолетних девочек Мы накрыли их своими плащ-палатками и пошли Совершенно подавленные Дальше В одной из печек я видел крупного, слегка опаленного серого кота Его печальный взгляд был совершенно безразличен ко всему окружающему миру Кот не обращает на меня никакого внимания и совершенно не собирается удирать У меня возникло сомнение, живой ли он Вдруг вижу, как у него из глаз стекают крупные слезы Значит живой Планом ОСТ предусматривался принципиально новый способ деления и управления завоеванными территориями Маркграфство Каждой такой территории в случае победы должен был управлять Маркграф Обладающий властью на уровне средневекового герцога Отделенного широкими административными, военными и судебными полномочиями Одно из таких Маркграфств называлось Готенгау Это Крым и Херсон Генеральный план ОСТ неоднократно переписывался и ужесточался по мере успехов на Восточном фронте Но начиная с 1943 года Германии надо уже было думать, как бы свои территории удержать План стал неактуален Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы И определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на Востоке Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе Мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию И те окраинные государства, которые ей подчинены Адольф Гитлер, Mein Kampf, 1926 год Уже в мае 1941 года Розенберг представил Гитлеру проект-директив по будущим оккупированным территориям Отдельная папка была полностью посвящена Украине Рейхскомиссариат Украина Розенберг видел в такой Украине опору Третьего Рейха И предлагал ей дать автономию, опираясь на украинских националистов Ряд документов и предложений Гитлер действительно принял Но вот автономию Украины вычеркнул сразу Решил, нечего в бирюльке играть Этим зловещим планом суждено было осуществиться лишь в конце 20 века Словно сам Гиммлер нашептывал их в ухо Борису Ельцину в Беловежской пуще Тут впору лишь воскликнуть Но ведь даже нацисты не додумались до отделения от России, Южноуральских степей, Казахстана и Средней Азии Это сделали мы сами, ровно через полвека Есть много путей подрыва биологической силы народа Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры и доклады Мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей И что можно было бы приобрести на эти средства Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщин, которой она подвергается, рожая детей Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств Распространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться Чем качественнее будут проводиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население Страшная цитата очередной страшной сопроводительной записки к генеральному плану ОСТ Страшнее другое Больше всего эта рабочая директива напоминает не военный документ времен Второй мировой войны А вполне современную, концептуальную модель очередного глянцевого журнала Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию Не допускать борьбы за снижение смертности младенцев Не разрешать обучение матерей уходу за грудными младенцами И профилактическим мерам против детских болезней Следует сократить до минимума подготовку врачей по этим специальностям Не оказывать никакой поддержки детским садам Не должно чиниться никаких препятствий разводам Не следует допускать каких-либо налоговых привилегий для многодетных Не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате Директива Гитлера была проста Города должны быть огорожены Превращены такие в глобальные гетто Туда не должен входить немец Они живут внутри, за забором, как-то там сами по себе Никакого образования Никакого здравоохранения Массовая раздача противозачаточных средств Бесплатная Постепенно, чтобы численность населения снижалась Пропаганда абортов Одна радиостанция, передающая популярную музыку и новости Доподлинно известно, что существовала так называемая зеленая папка Геринга Где предусматривался полный экономический развал советских территорий Номечалось разоружение советских предприятий Вывоз станков Вывоз сельскохозяйственной продукции именно в Германию Для того, чтобы германская нация могла свободно и спокойно существовать Но фактически никто не заботился о том, как будет жить местное население На какие ресурсы Советский Союз должен быть полностью разрушен А русские, украинцы, белорусы Они просто ослаблены как нация Не намечалось поощрение необразования И намечалось сокращение рождаемости Ну и последнее, не менее важное Пожалуй, одно из самых главных направлений гитлеровской пропаганды Разобщение братских народов Нужно было научить ненавидеть и презирать друг друга Хохлы москалей, татары хохлов, грузины абхазцев, чеченцы русских, латыши белорусов Фюрер справедливо полагал, что разорвав ментальную связь между народами Живущими бок о бок в Советском Союзе До победного марша вермахта будет рукой подать В наших же интересах лучше всего было бы, если бы в каждой русской деревне была своя собственная секта Если у них там начнут возникать всякие колдовские или сатанинские культы Как у негров или индейцев, то это будет заслуживать всяческой поддержки Чем больше моментов, разрывающих на части СССР, тем лучше Адольф Гитлер И все же тогда этот блестящий, продуманный, выверенный план рухнул вопреки всем расчетам и пропагандам Зато теперь каждый год к очередной круглой дате, будь то снятие блокады Ленинграда или Дню Победы Выходят новые околонаучные статьи, фильмы, ток-шоу Возникают споры и рассуждения по поводу того, зачем было воевать, ради чего все эти жертвы Зачем нужно было биться за Киев, Сталинград, почему не сдали Ленинград, кому нужна была эта страшная блокада Странно, вот у немецких историков таких вопросов не возникает Это была очень агрессивная, используемая по отношению к мирному населению, политика взятия измором Вот все знают облакаде Ленинграда Это была попытка уничтожить 3,5 миллиона человек Мучительная смерть, миллионы людей без еды Вот такие идеи и преобладали в плане ОСТ Ленинград планировалось разрушить до основания, разграбить полностью А на его месте собирались построить немецкий город Ингерманланд И вместо 3,5 миллионов русских там должны были поселиться 200 тысяч немцев Все это прописано на бумаге Но идеологи Третьего Рейха прекрасно понимали ключик к уничтожению России разделения Сепаратизм, в том числе региональный Отсутствие централизации, отсутствие в вертикали власти Неподчинение Москве и вечная неприязнь между регионами Жирующая Москва, террористы с Кавказа, преступники из Средней Азии Не этого ли хотят от нас и по сей день? Тогда, за то, чтобы план ОСТ провалился, своей жизнью отдали 27 миллионов человек Не повод ли это не допустить его реализации и сегодня? Наш фильм далеко не вся правда о плане ОСТ Но это уже не миф Субтитры создавал DimaTorzok